Добрый день, в эфире программа Paradox, с вами ведущий Степан Немура. Тема нашей сегодняшней программы достаточно актуальна для тех, кто торгует и тех, кто не торгует, а просто созерцает жизнь. Это Сирия, что происходит вокруг Сирии, потому что вдруг ни с того ни с сего случилась химическая атака в пригороде Дамаска. Причем это уже якобы вторая химическая атака, кто-то говорит, что и четвертая или пятая. Первую как-то пропустили бимо ушей, а вот сейчас все возбудились, особенно распространители демократии по всему миру. И как-то вот они обещали все разбомбить в каменный век, как в свое время сказал президент тогда Пакистана генерал Мушараф на передаче King Life, когда ему тогда еще вице-президент, кто что-то был у Буша вице-президент? Буша был вице-президент, а этот... Ченни. Ченни, Дик Ченни. Да, Дик Ченни сказал, что если ты будешь говорить, что сам Минлан давно умер, мы разбоймем тебя в средний век. Вот, ну а на самом деле, что происходит в Сирии, вот интересно, мы это обсудим с Борисом Гусилетовым, руководителем Центра международных проектов и программы «Студ справедливый мир». Добрый день, Борис, спасибо. Добрый день. Ну, вопрос, на самом деле, можно долго, как говорится, юродствовать по поводу того, что, ну да, говорили же, что будет химическое оружие, значит, оно будет применено обязательно осадом. Вопрос у меня несколько иного характера. Кому вообще все это нужно? Вот кто все это начал? Кто это спонсирует? И куда все идет? Откуда растут ноги, уши и тому подобное? Грубо говоря, вопрос, кому это все выгодно? Война в Сирии и нагнетание обстановки? Ну, вы знаете, вопрос такой серьезный, основательный, и я бы, если бы... У нас сейчас времени. Да, если позволите, начал бы даже вот, чтобы нам подойти, на самом деле, ну, так сказать, не сиюминутно, потому что, на самом деле, вот в тех комментариях, которые мы часто слышим сегодня на телевидении, по радио, и в Евроньюз, и на российских, и зарубежных каналах, мне кажется, присутствует очень много, во-первых, такого сиюминутного и наносного, а во-вторых, вот именно таких упрощенных попыток понять, так сказать, кому это выгодно, так сказать, попытаться решить эту сложную проблему в парадигме, так сказать, таких вот борьбы верхов. Я сторонник несколько иного подхода и попытаюсь его сейчас объяснить. Вот если мы вспомним два с половиной года тому назад, когда события только начинались, Сирия, в общем-то, страна такая, на Ближнем Востоке, ну, мягко скажем, средненькая, да, вот я специально выписал по уровню ВВП, она там на 67-м месте, ВВП на душу населения вообще 120-е, по индексу развития человеческого потенциала тоже где-то во второй сотне, плюс еще партия арабского социалистического возрождения БААС, которая, в общем, 30-40 уже лет находится у власти. И, в общем, понятно было, что эта страна оказалась тоже вовлечена в эту арабскую весну. И вот здесь, опять-таки, возникает, с одной стороны, так сказать, теория заговора, что все это, так сказать, Америка решала, а с другой стороны, так сказать, записные демократы говорят, да нет, это народ все решал. Я думаю, что, на самом деле, ситуация сложнее, и существует и настроение людей, которые не выходят только потому, что им заплатили деньги или там свистнули, чтобы они в Твиттере свистнули, чтобы они пришли. На самом деле, существует настроение людей, они в Сирии были, потому что, я уже, как сказал, страна не очень богатая, хотя нефть есть и газ есть и другие природные ресурсы, на которых держится экономика. Но вот эта социалистическая модель, такая достаточно классическая, если мы возьмем, так сказать, XX век, она, на мой взгляд, привела к тому, что в обществе, на самом деле, зрели эти проблемы, хотя, в общем, режим был достаточно жесткий, особенно при Папе, при Хафизе, но и Башар тоже, в общем, попытался это продолжать. И Сирия встала, так сказать, в ряд вот этих стран-участников арабской весны. И здесь, на мой взгляд, Башар Асад, в общем, пошел на достаточный компромисс, ведь он отменил закон о чрезвычайном положении, он предложил либерализовать законодательство о политических партиях, он предложил вот от этой жесткой, ну, хотя формально, так сказать, многопартийной системы, от этой системы такой, где там семь партий, присутствующих в парламенте, все, так сказать, клянутся на верность вот этому БААС. И я считаю, это был совершенно правильный, естественный процесс. Но вот у ребят, с одной стороны, и здесь много, на мой взгляд, игроков. И Катар с Саудовской Аравией, который многие провели, обвиняясь в том, что им не очень нравятся вот эти вот, так сказать, социалистические оппоненты на Ближнем Востоке. И Турция, которая пытается сегодня, так сказать, заявить себя как более серьезный политический игрок рейдинального уровня на Ближнем Востоке. И ряд других. Если я не ошибаюсь, извините, я сперебываю, Башар Асад дал гражданство 200 тысячам курдов. Да, 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 да. Это, в общем, достаточно большая популяция. Не очень радостно для турки, да? Да, конечно. И в результате всего вот этого, так сказать, достаточно серьезного такого политического расклада, в который еще попытались, как всегда, не умело вмешаться американцы, решив, что вот, ага, мужик проявил слабость, давайте его добивать. И вот это началась, так сказать, вооруженная позиция, которая еще на первых этапах представляла из себя, на самом деле, какие-то элементы гражданского, что ли, сопротивления. Но сейчас мы видим все больше и больше, что там Аль-Каида, другие террористические организации, которые международным сообществом признаны террористическими организациями, занимают... Но, тем не менее, они их вооружают, снабжают, тренируются. Поэтому, на мой взгляд, сегодня в результате вот этой грубейшей ошибки, которая была совершена два года тому назад, рядом игроков, у каждого из которых был свой интерес. И мы знаем, что на самом деле это основные средства на финансирование идут от Катара и Саудовской Аравии, хотя они в последнее время начинают потихоньку все это сокращать. И привели к тому, естественно, Израиль тоже здесь, хотя он занимает достаточно умеренную, на мой взгляд, позицию, потому что все-таки голландские высоты, которые являются спорной территорией между этими странами, в последнее время, в общем, Башар Асад, так сказать, не очень сильно на эту тему нажимал. И поэтому израильтянам, в общем, как говорится, и хочется колиться. Они боятся, что как бы не получить нам, вот так сказать, Египет-Мурси в Сирии с каким-нибудь последователем Башара Асада, который может еще покруче Мурси оказаться, если это будет Аль-Каида. Извините, просто я снова перевераю, а вот вопрос у меня возникает. Вот американский интерес, израильский интерес, ну вот смотрите, Египет, Сирия, это же, грубо говоря, была выстроена система, скажем так, безопасности Израиля, да, она выстраивалась 20 лет. Зачем ее ломать? Влезать и делать все хуже. Получили в Египте братьев-мусульман. Ирак, Афганистан, тут можно долго продолжать. Ну, на мой взгляд, это все-таки, вот, как ни странно, это очень непоследовательно, недальновидно, неглубокая, я бы сказал, внешняя политика Соединенных Штатов Америки. Для меня тоже является загадкой, почему американцы не делают очевидных выводов из своих собственных ошибок. И мне кажется, что все-таки одним таким позитивным моментом, вот в позиции президента Барака Обама является то, что он все-таки старается до последнего тянуть. Мы видим, что, в общем, в отличие от своего предшественника, ковбоя Буша-младшего, который, так сказать, легко и просто начал военные операции в Ираке, в общем, Обама, который заявил в свое время, что, во-первых, Америка будет сокращать военное присутствие, что Америка будет, в общем, договариваться с своими партнерами, он пытается это сделать. Ну, тут есть тоже, опять-таки, разные версии. Очевидно, что существует определенный лобби, который очень сильно давит на Обаму, и который очень сильно этому сопротивляется. Особенно, если мы вспомним последние опросы общественного мнения, по которым 60, а то и 70 процентов американцев категорически против, и только четверть поддерживает эту операцию. А чьи интересы представляют эти лобби, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что есть там, отчасти, может быть, израильское лобби, ну и я думаю, что вот это лобби, которое представляет Катар, Саудовскую Аравию, где, в общем, и финансовые интересы, и религиозные тоже моменты, потому что мы знаем, что там есть суниты, алавиты, башара, асатона, алавит, большинство сунитов. Вот это все как бы намеживается. А интерес саудитов с чем сейчас? С возможностью построить трубопровод Европу? Катар? Ну, интерес саудитов, на мой взгляд, заключается в том, чтобы получить власть вот этих представителей этого течения. А, конечно, здесь и экономические интересы тоже присутствуют, да. И здесь, конечно, мы видим, что все эти игры, они, в общем, достаточно негативно сказываются на интересах нашей страны. Но вот опять-таки... Как нефть высокая. Нефть высокая, да. Но все-таки я имею в виду, что Сирия являлась таким, ну, как мы любим говорить, надежным партнером России долгие годы. А сейчас она, после чего остается таким единственным партнером, после того, как произошла эта арабская весна. Но здесь я бы хотел опять-таки вернуться назад. Я считаю, что в интересах России, с одной стороны, понятно, чтобы ситуация все-таки разрешалась мирным путем. И я считаю, что вот эта позиция, которую российское руководство в течение многих лет занимает, из-за которой многие критиковали, что там не вмешивается, что выжидает, она, в общем, знаете, как бы по известной поговорке, что суета не есть признак темперамента. Все-таки доказывать, что международное право – это не та тряпка, которую уже можно выбросить и забыть. Для России принципиально важно. Я думаю, что вот эта позиция, которую мы здесь занимаем, для нас очень важна. Но мы не должны забывать то, о чем я говорил вначале, что все-таки режим Башараса достаточно неустойчив. Ну и как любые авторитарные режимы, он может… Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». С вами ведущий Степан Димур от Телефон Студии 6, 5, 10, 11, 9 и 6. У нас в гостях Борис Гусилетов, руководитель Центра международных проектов программы Института «Справедливо мир». Рассуждаем мы о событиях в Сирии, что происходит и к чему все это приведет. Борис, вот вы сказали, что режим неустойчив, но смотрите, они уже два года держатся, да? Причем, если сначала было такое ощущение, что вот сейчас их начнут уже давить, додавливать, всем миром навалились. Потом пришли иранские стражи исламской революции и, по-моему, Хизбалла. Да. И они всех быстро зачистили. Но Хизбалла известна тем, что она в шестом году зачистила армию Израиля. Так что это серьезные борцы, на самом деле. И возникает вопрос, ну вот, саудиты угрожают якобы нам, да? Что мы там, ченов, которые воюют в Сирии, мы пришлем и зальем Олимпиаду крови, и того подобного, если вы не сдадите сирийцев. Буквально вчера прошла новость о том, что одна из парламентских партий Пакистана тоже резко возбудилась по этому поводу, тоже стала угрожать нам. Отсюда у меня возникает вопрос, а в чем вот серьезность, действительно, в чем серьезная заинтересованность саудитов во всем этом? Ну, не просто это экономические интересы, ну, не просто желание там очередных ваххабитов посадить. Ведь судиты влезли в Чечню, да? Все эти мечети, многоуровневые реки и тому подобное устроятся не на деньги федерального бюджета, а на саудовские деньги. Ваххабиты. Там еще ваххабитов посадить. Ведь, насколько я понимаю, главный враг это кто? Иран. И, если что, Иран же их раздавит просто. Ну, вы правы, да. Потому что культура другая, они на верблюдах уже давно не ездили, в отличие от саудитов. Вы правы, да, что, в общем, на Ближнем Востоке, на мой взгляд, идет вот это вот очень серьезное противостояние, которое окрашено таким религиозным флером, что мы видим вот в Египте, когда братья-мусульмане, за которым, на самом деле, на мой взгляд, стоят, наверное, определенные и финансовые интересы, и политические интересы. И в связи с этим, я считаю, что события в Египте, они показывают, что эта война такая очень серьезная, и что, на самом деле, не все там решают, так сказать, элиты, и общество тоже заинтересовано. И чем более развито общество, чем больше те же недавние события в Турции показывают, где, в общем, тоже мы видим, что в последние годы позиция Эрдогана была, так сказать, потихоньку сползания в сторону вот этих же ребят и братьев-мусульман. И, в общем-то, турецкое общество, которое... Ну, извините, Аспру просто, но ведь саудиты как раз финансировали смещение братьев-мусульман, они же военным дали огромные деньги в Египте. Чем им братья-мусульмане не угодили? Тем, что у них стаб-квартира в Лондоне? Ну, тут трудно сказать, это, в общем, так сказать, не всегда лежит на поверхности, и достаточно тонкие такие материи, но, на самом деле, вот эта вот борьба такого, я бы сказал, цивилизованного гражданского начала, попытки все-таки сформировать на Ближнем Востоке государство, когда я говорил, кстати, о неустойчивости режима Башараса, я не имел в виду внешнюю политику, я имел в виду как раз, что сегодня прошла консолидация, а я имел в виду внутриполитическую ситуацию, когда в Сирии до начала военного конфликта, в общем, появилось достаточно много людей, которые были недовольны режимом, которые были недовольны экономической политикой, которые были недовольны, так сказать, политической ситуацией, хотели ее изменить. Они, естественно, я думаю, многие из них не хотели, чтобы там на Сирию кто-то нападал, чтобы Башараасада там чертовали на площади, они хотели определенных трансформаций и изменений. И, как я сказал, Башар пошел на эти дела. И вот еще раз повторю, что, конечно, огромнейшая ошибка была американцев и тех, кто участвовал в развязывании этого военного конфликта. Американцы просто это поддержали, а тех, кто развязывал этот конфликт, в том, что они прерывали этот процесс. И, на мой взгляд, конечно, в ближайшие годы, в общем, этот политический режим будет только укрепляться, по крайней мере, до тех пор, пока этот военный конфликт будет продолжаться. Потому что люди действительно, ну, сирийцы вроде образованные люди, да, древние люди, они что, не видели, что произошло в Ираке? Да, там тоже был кровавый диктатор Саддам Хусейн. Ну, пришли демократизаторы, теперь что? Страна просто уничтожена. Да, практически развалилась Курдистан, в общем, по существу. У нас на связи есть, извините, Владимир Иванович Сотников. Владимир Иванович, добрый день. Добрый день. Владимир Иванович, у меня вот к вам такой же вопрос, как я задел и Борису Гуслету. В чем выражается интерес саудитов? В том, что они лезут в Чечню, они лезут в Сирию, что им нужно, на ваш взгляд? Простите, простите, звук какой-то пропал на секунду. В чем выражается, извините, что повторяю вопрос, в чем выражается интерес саудитов? Вот они лезут в Чечню, они лезут в Сирию. Что им нужно? Вы знаете, мне кажется, вот что касается, скажем, Сирии, да, то здесь обстоятельства важны для Саудовской Аравии. Первое обстоятельство, что, в принципе, режим Башара Асада, что бы он ни делал, а тем более, когда он сейчас надерживает победу, он, в принципе, изначально был неприемлем для Саудовской Аравии. Почему? Это вот такая... Ну, тут многие факторы. Вы знаете, поскольку, наверное, и какие-то старые старые счеты Саудовской Аравии с Сирией, это и то, что Сирия, в принципе, при отце Башара Асада была такой крупной региональной державой, а Саудовская Аравия всегда претендовала на роль ведущей региональной державы. Ну, и, конечно, этноконфессиональный фактор. Потому что Башар Асад представляет алавитов, а Сауды это, так сказать, Суни. Здесь, на мой взгляд, вот этот второй такой важный фактор, который играет роль в отношении Саудовской Аравии к Сирии. Это вот этноконфессиональный фактор. И вот вы спросили про Чечню. Вы знаете, ну, есть такое мнение, да, у многих, что вот Саудовская Аравия повсюду поддерживает, повсюду поддерживает такие вот ваххабитские движения. Хотя ваххабитские движения, это, так сказать, условно можно назвать, потому что, в принципе, ваххабитское направление в исламе, это несколько другое. Это уже, так сказать, толкование такое современное, вот те же чеченские, так называемые, повстанцы, а то есть просто боевики себе это присвоили. Вот, вот, в Саудовской Аравии религия такого ваххабитского толка. Но, я хочу подчеркнуть, что это совсем другое понимание ваххабизма, чем его, так сказать, стали употреблять уже даже в таком обыденном смысле. Но, вот, главное, что я хотел сказать, что саудовцы считают, видимо, что они выражают, и, по крайней мере, мне кажется, претендуют на то, что они выражают волю всего исламского мира. И, когда вот возникают какие-то горячие точки, когда возникают такие вот так называемые повстанческие движения, саудовцы считают, что они должны этому помогать. Может быть, вот такое мнение сложилось. И, исходя из того, что они выражают волю всего исламского мира, чтобы поддерживать такие, скажем так, радикальные движения. Но, мне кажется, еще здесь очень важный момент такой есть. Вот, что касается, опять-таки, Сирии, возвращаясь к ней. Вот, тут очень хорошо был задан вопрос насчет того, а что, собственно говоря, моему коллеге, а что, собственно говоря, почему саудовцы поддержали братьев-мусульман и дали им такие большие деньги. Они генералов поддержали армию, а не братьев-мусульман. Извините, армию, да, извините, армию, да. Вы знаете, на мой взгляд, на мой взгляд, мне кажется, что саудовское руководство вдруг, так сказать, с такой очень страшной очевидностью почувствовало, что, собственно говоря, у них в стране ведь тоже такое может быть. Ведь они совсем не гарантированы от того, что внутреннее развитие более-менее такое стабильное, да, то есть более-менее без каких-то таких внутренних конфликтов. Да, у них же огромное расслоение подоходом тоже саудовцев. Да, 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 совершенно верно. Вот, да, и вот мне кажется, поэтому они как бы сделали такой ход, сделали такой ход, решив профинансировать армию и выступить против братьев-мусульман, фактически, практически выступить против братьев-мусульман, хотя, если, скажем, брать идеологически, то братья-мусульмане вроде как, так сказать, сородичи вот тех же саудовских идеологов. А вот какие-нибудь экономические интересы преследуют катары, саудиты в Сирии? Безусловно. Какие? Безусловно. Безусловно. Да, я вот как раз хотел об этом сказать. Это все исходит из того, нам взят, из того ощущения, самоощущения Саудовской Аравии, самоиндентификации как крупной региональной державы. Знаете, Египет это тоже конкурент, конкурент Саудовской Аравии. И Египет, в принципе, при, скажем так, прежних режимах, ну, даже при том же Хосни Мубараке, был достаточно таким привлекательным экономическим потенциалом. Ну, я не беру там раскладку сейчас по тому, как какие отрасли там мышцы в Египте работали и работают и так далее. Но для Саудовцев важно обеспечить проникновение саудовского капитала вот во все, я так думаю, во все, так сказать, близлежащие, это уже точно, во все близлежащие мусульманские страны обеспечить, так сказать, экономических интересов, соответственно, иметь такой определенный, поскольку экономические интересы тогда будут соблюдаться, иметь определенный политический контроль, а может быть даже и полный экономический контроль. поэтому финансовые группы, которые в Саудовских комментарии, вы мне напомните, правильно я понимаю, что американцы сейчас с европейцами хотят организовать экономическое сотрудничество Атлантическое? Вот. Исходя из этого, не рассматривает ли ваш собеседник такой, ну, как бы, вариант развития событий, что американцы тем самым пытаются раскачать европейцев, то есть удалить европейские производственные мощности, да, то есть у них с одной стороны нет возможности поджечь внутри Европы фитиль, да, удалив Германию, там, Францию, такие экономические толпы Европейского Союза, а просто вот именно через мусульманские факты, просто вывести их из игры, тем самым просто загрузить свои мощности, а европейские мощности слегка удалить, ну, не удалить, а просто вывести из игры, и тем самым еще, если я не ошибаюсь, Китай в свое время тоже пытался зайти на европейский рынок, их не пускали прямо, но они пытались зайти через там какую-то там, по-моему, через Исландию или через какую-то Ирландию, они пытались зайти на европейский рынок, и вот тем самым тоже самое Китай отсечь от европейских потребителей и производителей. Вот сейчас спросим Бориса, но у меня, честно говоря, такое мнение сложилось, что, во-первых, американцы создали Боснию в Европе, да? Такой рассадник, рассадник, как нет? Босния и Косово, пожалуйста, вам рассадник всего и вся, плюс, если вы посмотрите количество мусульман, которые проживают в той же Британии или Франции, оно зашкаливает, их взорвать одно милое дело, если так разобраться. У нас, правда, осталось совсем мало времени, оставайтесь с нами, мы вернемся после перерыва. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Борис Гуселетов, руководитель Центра международных проектов программы «Институт справедливый мир». Вот очень интересный анонс программы «Револьвер» прошел. Я что-то говорю, ничего не понял. Это какая-то эклектика, знаете, набрали слева, набрали справа, виноват Запад. Да, и... Мы угнетаемы Западом, и это все козни Запада. Да, да, да. И вот этот вопрос, который касался того, что американцы опять пытаются, так сказать, всех задавить, задушить. Ну, мне кажется, во-первых, у американцев у самих сейчас огромные экономические и финансовые проблемы, и социальные проблемы, и, в общем, Бараку Обаму, по-моему, хватает этих забот у себя внутри страны. А во-вторых, вот как бы, отталкиваясь от этого вопроса, хотел бы обратить внимание на один очень, на мой взгляд, позитивный факт, несмотря на то, что мы имеем дело на самом деле с военным конфликтом, там по разным оценкам 150 тысяч погибших за эти годы. Но, тем не менее, вот голосование в английском парламенте в Палате общин, это, на мой взгляд, очень интересный и любопытный факт, тем более, что, ну, Великобритания... Я тебя не ожидал. Да, ну, нет, на самом деле, еще несколько дней тому назад лейбористы заявили о том, что они не поддержат, и уже, как говорится, первые звонки прозвучали где-то дня 3-4 назад, за пару дней до голосования, что, в общем, у Кэмерона будут проблемы. И вот это, на мой взгляд, очень позитивный момент, то, о чем я говорил насчет суеты, что начинает приходить, на мой взгляд, понимание, во-первых, что вот эти попытки закамуфлировать, так сказать, беспринципные шаги Америки в том же Ираке, в других странах, когда, в общем, наплевали, растерли международное право, и вместо этого, так сказать, обеспечили просто массированную атаку через средства массовой информации, и том, какой плохой Саддам, и что, в общем, все там ужас, ужас, а когда все закончилось, так сказать, тихо, незаметно извинились. И, на мой взгляд, сегодня все больше и больше европейских политиков начинает это понимать, что, в общем, и скоро закончат работу эта группа экспертов ООН, они опубликуют свои результаты, и придется за все, как говорится, отвечать. И поэтому я считаю, что вот в этом смысле этот конфликт начинает приносить позитивные плоды и понимание, что, в общем, нельзя, так сказать, военным кулаком, на который натягивается медийная перчатка, лупасить всех подряд. Все-таки нужно понимать о том, что, как говорится, за базар надо отвечать, что за свои действия нужно отвечать, и что эти последствия могут быть очень негативными и для тех же американцев, для мировой экономики, от которой Америка и Китай, и все другие зависят. И я считаю, что вот здесь мы имеем очень позитивный момент в этом конфликте, что начинают европейские политики, так сказать, менять свою позицию, свою точку зрения, вспоминая о том, что то есть такое международное право. Ну, международное право, да, это такая смешная концепция, по которой уже давно никто не следует, право сильного работает. Но с другой стороны, смотрите, в 2007 году, да, был, при загадочных обстоятельствах, скажем так, нельзя говорить, чтобы был убит, умер, ушел из жизни, скажем так, бывший кандидат в губернаторы, губернаторы, сейчас помню, штат, по-моему, Невады, да, юрист, он был очень близок с Ротшильдами, с одним из членов семьи Ротшильда, и буквально за год до своей кончины он опубликовал такое, скажем так, излил душу, где совершенно четко он сказал, что в 99-м году Ротшильд ему рассказал о том, что будет в сентябре 11-го года, зачем это будет сделано, что начнется вся эта истерия по поводу войны, стираясь террором, что это будет сделано для того, чтобы как-то оживить экономику и отвлечь людей от экономических проблем, и заодно прибрать к рукам мир, чтобы люди жили в страхе, когда люди жили в страхе, они не могут планировать свои действия, и, соответственно, их легче закабалить. В этом же интервью он говорил и об Ираке, что будет война в Ираке, будет война, постоянная война на Ближнем Востоке. Может быть, все значительно банальнее в этом смысле, что транснациональные финансовые элиты все-таки стремятся выполнить свой такой мини-план новой мировой порядок. Нет? Ну, потому что все это возникает. Нет, я понимаю, что огромное разделение по доходам, нищета, причем в Египте все началось как раз после того, как резко взлетели цены на продовольствие. Это всего лишь катализатор. Но с другой стороны, цены на продовольствие у нас контролируют ФРС в своей миссии и спекулянты по большому счету. Поэтому, может быть, все значительно проще. Ну, в отличие от... А саудиты используются как такой, знаете, ну, это местная, местный такой погоня... Местная, местная братва, да, которая занимается рэкетом. Ну, хорошо. Мы позволим им этим заниматься до поры до времени. Ну, это вот, как говорится, теория заговоров. И я, к сожалению, или к счастью, в отличие от этого покойного кандидата, не имел чести беседовать с Ордшильдом. Не могу, так сказать, подтвердить или опровергнуть, что это все было на самом деле так. Ну, вполне возможно и, наверное, сегодня транснациональные корпорации и компании, это, в общем, общепризнанный факт, являются очень важными и серьезными игроками на мировой экономической и, соответственно, и политической арене. Но, знаете, трудно мне сказать, что так у них все, так сказать, прописано на долгие годы вперед. Ну, не все гладко идет, скажем так. Европейцы что-то вдруг стали, как вы правильно сказали, брыкаться. Да. Я вот, например, очень внимательно слежу за оценками, которые дают серьезные специалисты российские, тот же Федор Лукьянов, Мирский и другие. И многие из них, наоборот, говорят о том, что вот те шаги и та политика, которую американцы проводят на Ближнем Востоке, показывают только одно, что у них нет никакой стратегии, никакой политики, что это все достаточно ситуативные вещи. И, в общем, самое главное, что люди не делают выводов или, не знаю, если, конечно, исходить из этой теории заговора, может, там, так сказать, все прописано на самом деле. что тогда? Тогда, конечно, вообще непонятно, что делать. Но это был план, скажем так, план. Они его притворяют. Вот даже, как вы правильно отметили, вот нерешительность Обамы, то он стучит кулаком по столу, сейчас мы всех вгоним, вообще разбомбим, и буквально на следующий день, нет, мы будем ждать Конгресса. Да. Мы же демократическая страна. Да. Как-то вот... А сегодня, кстати, да, опять-таки, понимаете, вот развивают эту тему. По Евроньюз показывали интервью двух американских сенаторов. Один республиканец, один демократ. Ведь оба за... Причем это Евроньюз, это, так сказать, не Первый канал, и не РТР, да? Оба заявили, что надо разбираться, что тут все не так просто, что мы не видим, что, так сказать, однозначно есть доказательства вины Башараса, что нужно прислушаться к мнению мирового сообщества. Поэтому, понимаете, как-то не бьет эта теория, или может, так сказать, разыгран спектакль настолько тонко, что там есть, так сказать, ребята, которые играют, да, играют совершенно разные, так сказать, роли там. На самом деле, я думаю, что в политической элите американской, европейской происходят определенные, медленные, может быть, но, по крайней мере, такие попытки рефлексировать, что же, так сказать, мы, ребята, творим, или что надо в этом смысле делать. И я считаю, что в этом смысле позиция России, Китая, она является достаточно здравой и подталкивает этих людей, все-таки, так сказать, несмотря на то, что вы сказали, что международное право, это, так сказать, в общем, не действует, действует закон силы. Жизнь показала, что, в общем, этот, так сказать, если это доминирует закон силы и закон самого сильного, то ничего хорошего, в том числе, и для самого сильного, не бывает. у нас есть телефонные звонки. Добрый день, Дмитрий. Алло, Дмитрий, добрый день. Добрый день. Да, да. Добрый день, здравствуйте. Вот, можно такой вопрос спросить, точнее, такое даже мнение высказать, насчет того, что Сирия, вернее, Башар Афад может, ему, вернее, выгоднее было бы делать ответный удар, точнее, зачищать окончательно от боевиков в территорию Сирии, в том случае, если США нанесут удар, потому что в этом случае Сирия будет победителем в регионе Соединенных Штатов Америки, что после, может обломать вообще всю политику Соединенных Штатов по продвижению мирового порядка. Алло. Да, 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 мы услышали вопрос. Как вы считаете, Борис? Да, вот такой вот. Ну, вы знаете, я, как я уже сказал вначале, я не считаю, что все-таки Америка является окончательным таким единственным доминирующим игроком, а все остальные в этом регионе, так сказать, пляшут под их дудку. Как я уже сказал, есть Тиран, есть вот эти Саудовская Аравия и Кувейт, которые, ну, в общем, имеют тоже свои собственные интересы, и вряд ли в этом смысле все-таки вот это противостояние нужно представлять, несмотря вот на эту позицию американцев, достаточно странную, на мой взгляд, которую Обама в последнее время занимает, вдруг представлять, как вот то, что Америка, это, так сказать, главный игрок, и вот там идет война Сирии с Америкой. Я думаю, что там идет борьба сирийцев за собственную независимость и сохранение государства. Америка и ряд других стран играет негативную роль, ряд других стран играет позитивную роль, и, конечно, без поддержки извне, в общем, этот конфликт давно бы закончился, но, как я уже сказал, в общем, к сожалению, совершив два года назад ошибку, американцы и ряд других государств никак не хотят ее признать и не хотят поменять свою позицию, видимо, исходя из определенных экономических и политических интересов. экономические интересы очень простые. Ну, вот смотрите, возьмем терроризм. Это же офигенная индустрия в Штатах. Давайте посмотрим на тот же ФИМА, так называемый НКВД американский. У них бюджет за 300 миллиардов долларов в год. Это была индустрия создана с нуля. Сколько рабочих мест, сколько заказов государственных, тотальная слежка стоит 52 миллиарда в год. Это только открытые цифры. Это прекрасная индустрия. Но это же индустрия надо поддерживать. Угроза-то должна быть постоянной и страшной. Вот сегодня химическое оружие в Сирии, а завтра в Европе, а завтра в Вашингтоне. Надо бороться, защищаться. Нет? Не надо забывать и про военное лобби, которое тоже, в общем, оперирует сотнями миллиардов. И вы правы совершенно, что, конечно, военное лобби, вот это вот лобби тех, кто занимается вопросами борьбы, якобы с терроризмом и так далее, они существуют. Это такая проблема, которая, может быть, еще на самом деле не до конца осознанна. И, естественно, ну, это Паркинсон, тут другого не придумаешь, да, что каждая бюрократическая структура, создаваемая с самыми благими целями, в конце концов, начинает работать исключительно на себя. Это серьезная проблема. Она, кстати, и России касается. Это, кстати, может быть, в меньших масштабах, там, на порядок меньше. Она касается и Германии, и других стран. И, на самом деле, тут нет прямых ответов, таких простых и понятных. Но, в общем-то, вы, наверное, правы в том, что, конечно же, эти все организации, которые, вроде бы, должны были бороться с терроризмом, сегодня, в общем, заинтересованы и военные в том, чтобы, так сказать, было для чего делать боеприпасы и куда-то их расходовать. Те, кто борются с терроризмом, так сказать, следить за всеми и создавать эти вот псевдоугрозы и, так сказать, на этом зарабатывать денежки. Прошла новость о том, что будут бомбить Сирию. Это, в основном, Томахок-ракеты. Райтон, который их делает, тут же акции вверх. Прелесть. Это да. Сейчас отстреляют боезапас, новый закажут. Да, конечно. Поэтому в Израиле, кстати, полно та же самая ситуация, та же самая проблема. Экономика дышит. Так неровная, огромная инфляция. Нужен внешний враг, чтобы народ жил с познанием того, что мы должны выжить. Там немножко сложнее проблема, но этот аспект существует. Но мы вернемся после перерыва. Оставайтесь с нами. Владимир, оставайтесь на линии. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». У нас в гостях Борис Гуселетов, руководитель Центра международных проектов, программа «Институт» «Справедливый мир». Обсуждаем мы ситуацию в Сирии. У нас телефонные звонки. Добрый день, Вадим. Здравствуйте. Вадим, политаналитик Самара. У меня к гостю будут два вопроса. Первый вопрос. Не мог бы ли он дать расклад по Сирии с точки зрения санитов-шиитов? И насколько вот эти все религиозные противоречия влияют на ход событий? Ведь насколько мне известно, Хазбала – это шииты. Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему, как он считает, очень странная позиция России в отношении Сирии? Если Сирия – союзник, почему, образно говоря, на каждой крыше сирийских домов не стоят наши С-300? Наши же, так сказать, то снабжают Сирией оружием, то задерживают, а то вообще откладывают подставки. Спасибо. Спасибо за вопрос. Я начну со второго. Ну, во-первых, на мой взгляд, Россия достаточно много поставила оружия в Сирии. И те же противоракетные обороны, насколько я знаю, она, в общем-то, в основном состоит из российского вооружения, в чем достаточно современного. И не случайно многие аналитики считают, что вот то, что американцы даже, по-моему, не рассматривают возможность введения бесполетной зоны, как в Ливии, да, или там какие-то, уж не говоря, про какие-то сухопутные операции, это именно связано с тем, что они просто боятся этого оружия и понимают, что могут пострадать, если они поднимут в небо самолеты, то могут пострадать просто американские. Они просто не смогут ее контролировать. Да, американские граждане могут быть убиты, и тогда, конечно, Обаме будет достаточно тяжело. И в связи с этим я считаю, что ведь у России, опять-таки, такая получается двойственная позиция. С одной стороны, мы говорим о необходимости мирного решения, а с другой стороны, ну, видя, что, так сказать, военная оппозиция, так называемая, получает поддержку от, скажем так, стран Запада и ряда стран из Ближнего Востока, вынуждена снабжать оружием режим Башара Асада. Но здесь, как бы, получается некое противоречие. Да, мы говорим, надо мирно решать, а тем не менее вынуждены делать подставки. Поставки это раз, но, во-вторых, понятно, что режим Башара Асада переживает достаточно серьезные проблемы. Тоже есть оценки, я их видел, что за эти два года примерно 4 миллиарда долларов, так сказать, недополучило, потеряло сирийское руководство из-за того, что были введены санкции, разрушена определенная в смысле инфраструктура и так далее и тому подобное. Поэтому, конечно, тяжело им приходится в связи с тем, что нужно, так сказать, платить по контрактам. И, насколько я помню, недавно то ли я, то ли Сечин, то ли кто-то сказал, что, типа, будут деньги, будем поставлять. Но тут есть тоже проблема определенная, потому что, так сказать, опыт Советского Союза и постсоветской России показал, что очень часто, вот мы, так сказать, так называемым своим друзьям поставляем оружие в огромных количествах, а потом, кроме, так сказать, объяснения в дружбе и любви, в ответ не получаем ничего. Поэтому тут, как говорится, тоже палка о двух концах. И я бы хотел еще вернуться вот к вопросу о том, что, помните, мы начали разговор о том, что вот существуют эти военные лобби, лобби, которые занимаются борьбой с терроризмом. Я хотел бы, как бы, немножко вернуться к началу разговора, когда я говорил о том, что все-таки в любых военных политических конфликтах всегда присутствует и политическая, там, экономическая, военная элита, но всегда присутствует и гражданское общество. И, понимая, что эта проблема есть, она касается не только Америки, она касается многих стран, мы должны как-то попытаться найти возможные пути решения. Как обуздать эти военные лобби, эти антитеррористические лобби, эти лобби, которые борются с безопасностью и так далее и тому подобное. И мне кажется, что наиболее эффективным является все-таки контроль за ними со стороны гражданского общества, то есть формирование достаточно серьезной такой вот оппозиции, так скажем, власти в любой стране, которые бы могли в парламенте, через неправительственные организации, через средства массовой информации добиваться как можно более открытых бюджетов, как можно более открытых объяснений, почему те или иные средства государство выделяет на оборону, на безопасность, потому что все это делается, во-первых, в ущерб таким сферам, как образование, здравоохранение, наука, культуры и многие-многие другие. И только таким образом, на мой взгляд, можно это сдерживать. Но не все еще получается, даже в общем такой, так скажем, демократической стране, как Америка, мы видим, что с этими лобби не очень удается бороться. В этом смысле, в Европе, на мой взгляд, ситуация чуть получше, и я считаю, что вот в этом направлении должны мы двигаться. Вопрос был про шиитов и суннитов. Про шиитов и суннитов, но это такой достаточно специфический вопрос. Я, честно говоря, не могу себя называть специалистом, так сказать, в проблемах, связанных с религией. Это скорее, может быть, Гейдар Джамаль мог бы, так сказать, прояснить ситуацию. Ну, понятно, в общем, на мой взгляд, господин Сотников, который выступал здесь у нас в передаче, он, на мой взгляд, достаточно ясно эту ситуацию обрисовал. Политику, которую проводит суннитское большинство, связанное с аудитами, с арабами, на мой взгляд, там было достаточно все четко сказано, и мне нечего добавить к словам этого уважаемого специалиста. У нас сегодня телефонный звонок. Владимир, добрый день. Здравствуйте. Ну, я бы хотел вас немножечко поправить. Россия никому ничего не поставляет, Россия продает оружие. И вот, наблюдая вот эту вот картинку, что происходит сейчас в Сирии, я обратил внимание на такую деталь. И та, и другая сторона, она имеет на вооружении не М-16 американского производства, и не УВИ израильского производства, они все вооружены АК российского или советского бывшего производства. И вот в связи с этим... А как вы смогли определить, что это российское или советское производство, по серийным номерам? Нет, ну, какая разница, но это русское оружие, понимаете, изобрел его Калашников, это российское производство оружие. Маленькое замечание, Калашников к автомату Калашникова немедникового отношения, сделали его немцы, это историческая ремарка. Я хотел бы вопрос задать, АК это вообще русское оружие или чье, или американское? Ну, это риторический вопрос, я, кстати, сказал... это риторический, а вот еще такой вот вопрос. Я сказал тоже, что поставляют, и что именно продают, и что как раз возникла проблема вот с тем, что в последнее время поставки, так сказать, не до конца выполняются, а именно потому, что Башару Асаду, ну, имеется в его режиме, очень трудно из-за тех потерь, о которых я сказал, 4 миллиарда долларов за два года, это для Сирии не так уж мало, ему все труднее и труднее приходится оплачивать эти контракты, так что я не вижу здесь противоречия между нами. Но я все-таки хотел бы вот вопрос задать конкретно. Вот кто же все-таки является исчадием зла? Вот американцы, которые по всему миру отлавливают и отслеживают вот этих людей, которые продают, камну не по пути, направо и налево российское оружие? Или все-таки Россия, которая действительно вооружила всех, они сейчас там долбят друг друга и не поймешь, кто прав, кто виноват? Спасибо. Ну, вопрос тоже риторический, потому что главное, это никто поставляет оружие, кто его использует. Мы американцы, и мы продаем оружие многим странам. Кто-то его использует, кто-то хранит. Ну, вторые в мире, да, по экспорту? Да, просто американцы. Да, да, да. Поэтому тут трудно сказать, кто исчаде ада. И исчаде ада, наверное, те, кто пытается, вот, как уже мы в нашем разводеологии, разговоре с ведущим говорили о том, что есть те, кто пытается вот наживаться на страхах, на опасениях, на раздувании вот этого, так сказать, мифов о том, что безопасность находится под угрозой, и за счет этого, так сказать, получать свой дешевт. И есть те, кто пытается все-таки выстраивать... Это как раз те, кто кредитует войну. Да, те, кто пытается выстраивать в этом мире нормальные, такие дружеские отношения между странами, между народами, между представителями разных конфессий. И, как я уже сказал, на мой взгляд, на Ближнем Востоке идет война, в том числе и по этим разделительным линиям. Борис, вот у нас осталось буквально 3,5 минуты. Ваш прогноз? На что? Что будет в Сирии? Ну, на мой взгляд... Устает Асад, режим Асады? Я думаю, что Асад устоит, Асад устоит, что американцы, даже если они предпримут, там, после долгих, так сказать, раздумий, дискуссий, дебатов, предпримут некоторые удары, это, в общем, будут, ну, достаточно формальные удары. На мой взгляд, Обаме все-таки, если мы отследим... Ну, раз уж обещал, то надо стрелить. Да, то есть галочку надо поставить, да. Хотя, так сказать, в общем, у Башара Асада вырвалась, как вот правильно было сказано в свое время, вот не очень разумная фраза о том, что, если что, мы применим химическое оружие. Обама в свое время, так сказать, на эту фразу отреагировал, и вот, так сказать, ребята оказались в капкане. И, тем не менее, я думаю, что не в интересах ни Израиля, ни той же Америки, так сказать, до конца добивать Башара Асада, потому что, опять-таки, сошлись на известного эксперта Мирского, который является специалистом, он правильно совершенно сказал, что сегодня у Обамы, ну и, так скажем, у Запада есть три варианта решения проблемы. Два плохих и один ужасный. Один плохой вариант связан с тем, что, так сказать, Абашар Асад побеждает, да, и тогда они там оказываются, так сказать, теряют, проигрыши, да, теряют, так сказать, имидж. Второй вариант, что, значит, Башар Асад проигрывает, значит, но не до конца, и тоже, так сказать, критик... Абашар Асад проигрывает не до конца. Ну, то есть, так сказать, ему наносится серьезный ущерб, но он устоит, тем не менее, и это, на мой взгляд, наиболее реальный вариант. А третий, что Башар Асад удастся, так сказать, сломить, разбомбить, и тогда ребята из Аль-Каиды придут к власти, и тогда всем не покажутся. Это тот самый ужасный вариант, и непонятно, что сегодня для Обамы вот приходится выбирать, как всегда, из этих двух плохих, одного ужасного варианта. А почему третий ужасный? Аль-Каиды же не более чем подразделение ЦРУ, полностью подконтрольное. Ну, черт его знает, это опять-таки такой... Ну, это уже не теория заговора, это есть факты, которые на это указывают. А как долго еще продлится война, на ваш взгляд? Я думаю, что... Ну, это трудно сказать, но, на мой взгляд, все-таки в течение ближайших, может быть, полугода-года этот конфликт должен как-то сойти на нет. То есть, должно произойти какое-то ослабление режима, попытка, так сказать, на ваш раз, А ослабление режима к чему приведет? К выборам или к смене оппозиции? Ведь оппозиция же не хочет садиться за стол переговоров и участвовать в выборах в современном ее виде. Да-да-да-да. То есть, конечно, я думаю, что тогда придется менять. Либо дадут понять, что либо осад вас всех вырежет, либо вы садитесь за стол переговоров и изображаете себя борцов с демократой. Я думаю, что все-таки будет дрейф, наверное, в этом направлении. И, скорее всего, все-таки придется, так сказать, вот эту воинствующую оппозицию потихоньку менять на более, так сказать, договороспособных и сговорчивых с тем, чтобы все-таки ситуация в Сирии нормализовалась. Но и в то же время, в общем, чтобы все-таки у режима Башарасов осталось, так сказать, в исторической памяти. И что вот, так сказать, есть опасения, что Запад может снова, так сказать, на них... То есть, рано или поздно все придут к сценарию, когда каждому придется сохранить лицо. При плохой игре. Сделать красивые мины при плохой игре. А то, что там погибла куча народ, как всегда, никого не волнует, в принципе. Ну что ж, на этом наша программа подошла к концу. У нас в гостях был Борис Гусилетов, руководитель Центра международных проектов программы Института Справедливый мир. Программил Степан Демура. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова